Накрытый стол. Христос, ученики, хлеб и вино. Вечерняя прохлада. Вдали мелькают в окнах огоньки. А тут предатель с преданными рядом. В ладони потной деньги. Он богатый. Быть может, кто-то больше бы и дал. Но и за тридцать неплохая плата. И ученик учителя придал. Учитель называл Иуду другом. Любил, как в тех других учеников. Но серебро не жгло Иуде руки. Предательство он совершил легко. Он все задумал заранее, до вечери. Он душу свою продал сатане. И в раскаяние трудно нам поверить. Да разве он любил Иисуса? Нет. 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 Он любил звенящие монеты. С деньгами ящик к сердцу прижимал. Не думал о голодных и раздетых. И лишнего для нищих не давал. Иуда внешне тих был и не злобен. Он редко открывал свои уста. Среди учеников один особый. И он, двенадцатый, предал Христа. Иуда сыном тьмы был, но не света. Но почему Господь его избрал? Хочу понять. Не нахожу ответа. Ведь Иисус Иуду от начала знал. Он видел, как предательство в нем зреет. Не говорил об этом никому. Не прогонял. Учил, кормил, лелеял. И на вечере хлеб подал ему. Как близко в час предательства. Суда. Оставленности всеми отреченья. Иисус призвал учеников сюда, чтоб суть открыть им своего ученья. Он им сказал, что плоти предстоит ломимой быть, а крови быть пролитой. Он знал, что на Голгофу путь лежит, и что пойдет туда один, избитый. Пойдет туда оплеванный босой. Под крик толпы, насмешливой, жестокой, и крест проклятия, тяжкий и большой, сам понесет налобный холм высокий. Он знал про гефсиманскую борьбу и называл все это горькой чашей. Он сам избрал кровавую судьбу, ввиду, имея искупление наше. И, зная все, душою ликовал. Ученики, воспев, пошли на гору. Я думаю, что он им подпевал в ту страшную и роковую пору. Я думаю, он вместе с ними пел в преддверии того, что вот еще немного, и совершится все, что он хотел. Спасение человеком! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!